Столица биохимии Столица биохимии Столица биохимии Правительством принята программа перевода мазутных котельных и угольных котельных на альтернативные виды топлива. Это щепа и пилеты. У нас в частности в Шахунском районе работает пилетная котельная, которая почти на 100% обеспечивается именно этим производством. Поэтому со сбытом на предприятии проблем нет. Зимой всю продукцию забирают в соседние районы, а летом основной потребитель Ленинградской области. Там климат прохладнее. Развитие древесных производств, сельского хозяйства и нефтехимии – главное направление экономики Уренского района. А еще здесь сейчас активно развиваются народные промыслы. Люди возвращаются к тому, что когда-то забыли. Местный дом «Ремесел» – еще одна станция в маршруте депутатского объезда. Народное творчество, равно как и почти идеальная экологическая обстановка, дают району хорошие условия для развития другой прибыльной отрасли – экологического туризма, считает председатель законодательного собрания Евгений Лебедев. Это все надо показывать людям, это все интересно. А тем более в районе, который обладает, на мой взгляд, уникальной экологической обстановкой, это в лесу, это чистые реки. То есть вот это все должно войти в некое кольцо, давайте назовем его пока условно Нижегородским кольцом. И надо организовать работу таким образом, чтобы сюда приезжали люди. Выезд депутатов парламента в такой дальний район – это всегда событие, говорят в местной администрации. Увидев все нужды на местах, депутатам проще разработать программы для развития села. И поэтому на помощь законодатели и бизнеса в Урене очень рассчитывают. Алексей Александров, Сергей Таиров, из Уренского района, объективно, ННТВ.